Приветствую вас на канале, очередная серия из проекта Хочу свой дом и сегодня будем разговаривать о таких вещах, как пятно застройки согласно сторон света попросту, как и где будет установлен дом на вашем участке давайте начинать, поехали! в общем и целом, друзья, давайте все по порядку, опять же, на основе личного дома если вы не понимаете, где вы находитесь, соответственно, проект Хочу свой дом на нашем канале отдельный плейлист с самого начала, от покупки участка до всех остальных моментов где мы разъясняем, где я вам рассказываю о сваях, о том, какой дом, о технологии, о застройщике также мы ежедневно проводим стримы пожалуйста, заходите, подписывайтесь, просматривайте стримы и одна из единственных строек в Крыму, которая на самом деле происходит онлайн вы можете прямо сейчас пройти и действительно посмотреть весь рабочий день, весь рабочий процесс как на ваших глазах рождается дом итак, что мы хотим сейчас вам сказать и донести когда вы купили или покупаете участок, вы должны прекрасно понимать о таких вещах как установка дома и будущих строений согласно сторон света и проектирование будущего участка в будущем то есть просто абы как поставить давайте поставим здесь, потому что мне нравится, потому что это середина или край участка естественно, многие при строительстве, при будущем строительстве задумаются как все-таки поставить дом естественно, этим вопросом задались и мы Мы почитали на эту тему несколько полезных статей, поняли, что существует очень много мнений. Китайская и японская технология, фэншуйная технология, определенная расстановка спален согласно каким-то определенным народным рецептам. Сами понимаете, о чем я. Но мы сделали просто и, скажем так, это единственный вариант, к которому мы пришли. Потому что, на самом деле, крутить дом согласно сторон света, если соблюдать все принципы и нюансы китайской технологии, японской технологии, установки спален, то голова пойдет кругом. Я объясню сейчас на простом языке, как поступили мы. Во-первых, стоит подумать о себе и о членах семьи, которые будут жить в вашем будущем доме. Посмотрите, кто вы, кто они, жаворонок или сова. То есть, самое главное, это поговорить и уснить один момент. Кто любит просыпаться с первыми лучами солнца, а кто, наоборот, хочет ловить вечернее солнце. То есть, основываясь на это, естественно, и делайте планировку. Получилось у нас, что дом вынесен в переднюю часть участка. Почему? Потому что в будущем мы хотим разместить сад, мы хотим разместить баню, мангальную зону. То есть, мы подумали даже о таких моментах. Да, действительно, сейчас это все строиться не будет. Но в будущем, когда мы захотим это построить, мы не хотим, чтобы это было в передней части участка. Поэтому дом стоит, согласно всех нормам и правил, 5 метров от дороги мы отступили 5,5. 3 метра от соседнего участка мы остановили 3,5 метра. И дальше уже идет участок. Так как у нас участок 800, то есть 800, у нас получается, что и на этом прямоугольнике дом стоит в передней его части. И, по сути, все будущее, наши будущие планировки, соответственно, остались позади дома. Опять же, мы строимся в Крыму. Естественно, южный регион. Естественно, очень много солнца. Что должно быть в нашем случае? В нашем случае спальни должны быть на севере. Кто-то скажет, ну такое. Многие говорят, что вход должен быть на северо-востоке. У нас, по сути, так и получается. Северо-восток это вход в дом. Вы сейчас можете со мной поспорить, написать в комментариях свое мнение. Но одна простая истина, касаемо установки дома, согласно сторон света, это консультация с самим собой. И проявление своих хотелок на чертеже и на установке дома. То есть не просто так вот хочу там. А вы посмотрите, если у вас уже есть проект, проконсультируйтесь с застройщиком, проконсультируйтесь с архитектором. И они должны вам, по сути, помочь сделать планировку таким образом, чтобы удовлетворяло ваши интересы. Потому что, к примеру, вот я сейчас нахожусь в помещении, где, например, будет проживать человек, который не любит вечернее солнце, а любит, встает рано и любит восход. То есть, по сути, нахожусь в юго-восточной части дома. И он будет ловить, проживающий здесь человек, будет ловить первые лучи восходящего солнца, особенно в летний период. А вот дальняя часть нашего дома будущего, там, соответственно, будет находиться наша спальня, моя спальня. Соответственно, там будет уже только вечернее солнце. То есть, мы сделали таким образом, что помещения общего пользования, они находятся в той зоне, что это лето, в принципе, очень много солнца. Они находятся в передней части. Многие говорят, что, ну, это такое, типа, кухню со столовой надо смещать, типа, на север. Но на самом деле мы поняли, что мы переезжаем сюда и хотим жить здесь по одной простой причине. Потому что, если вы посмотрите одно из первых наших видео, я там четко говорю, мы устали мерзнуть. То есть, по сути, в кухне-гостиной будет практически весь день от восхода до заката будет панорамное солнышко. И, естественно, дом повернут в сторону моря. Все террасы, все веранды, все балконы, которые у нас будут предусмотрены согласно проекту, они будут выходить на южную сторону, в сторону моря. Для того, чтобы мы смогли сесть на шезлонг, сесть за столик. И, естественно, думать о каких-то моментах, чтобы уберечься от солнца. Но об этом мы поговорим в других видео, потому что надо устанавливать специальные окна, для того, чтобы вы не испытывали какого-то дискомфорта. Дальше. Еще хотелось бы поговорить о такой теме в этой части видео. Это животные. Если вы строитесь в южной части России, естественно, на участках будут жить животные. У нас, например, по соседству живут зайцы, естественно, есть змеи, естественно, есть мыши, естественно, есть ежики. Вы должны это понимать и осознавать. В предстоятельности дома из СИП-панелей дом стоит, по сути, на сваях, и он возвышен. И это в какой-то степени нас защищает от тех же змей, от тех же мышей, от тех же зайцев. То есть попросту им, ну, просто так, без определенных усилий попасть в дом из-за того, что он находится над землей. Ну, достаточно сложный вариант. По поводу мышей куча мнений от того, что грызут они СИП-панели, не грызут они СИП-панели. Но все приходит к тому, что самое главное это примыкание и выводы. Чем меньше у нас дырок, чем меньше у нас отверстий, тем, соответственно, меньше вариантов, что какая-то живность попадет к вам. Далее. Для того, чтобы вы поняли, как правильно поставить дом согласно сторонам света, вам надо, вот еще один такой правильный и грамотный совет, вам надо побывать на участке перед или в момент проектировки и придумывания чертежа, планировки или выбора из каталога планировок. Вы должны несколько раз приехать на участок, приехать днем, приехать утром, приехать вечером. Или находиться на участке, допустим, весь день. Для того, чтобы вы для себя поняли движение солнца. Где оно у вас входит, куда оно садится. И как оно, допустим, размещается, ну, согласно, как бы, то есть, как оно перемещается согласно вашего участка. То есть, из этого всего мы сделали выводы, что в первую очередь вам стоит подумать о себе и о своих членах семьи. Узнать, кто из них что любит. Кто любит раньше вставать, кто любит позже вставать, кто любит утреннее солнце, кто вечернее. Вы должны подумать о зонах общего пользования. Решить они будут в темной стороне, то есть на северной стороне или, соответственно, на южной стороне. Ну, и, конечно же, это финальный совет. Это о том, что надо побывать на участке, посмотреть движение солнца и согласовать это все с архитектором и застройщиком. Друзья, кто строит дом, ссылка в описании. Конкретно нам ссылочка в описании. Первая ссылка. Если интересно, также вас проконсультируют согласно этого момента. Обязательно проходите. Обязательно консультируйтесь. Пишите. Говорите, что вы от нас. К вам должны относиться с очень хорошим должным уровнем. Ну, спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставь лайк, если понравилось. Дизлайк, если не понравилось. Ну, и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пиши, кстати, Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...